Добрый день, уважаемые телезрители! На телеканале Своё ТВ программа прямой эфир. И сегодня мы будем говорить о Петровском городском округе. И гость у нас сегодня соответствующий. Давайте знакомиться. Александр Александрович Захарченко, глава Петровского городского округа. Александр Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер вам, уважаемые телезрители. Меня зовут Сергей Надеин. Поехали. Александр Александрович, сегодня 2 сентября. Сразу по актуалочке пойдём. Первый день, когда ребята, дети пошли в школу. Как у вас всё это в районе проходит? Это всегда проходит торжественно, празднично и очень организованно. Я вспоминаю те годы, когда ещё сам ходил в школу и когда звучал первый звонок. Это всегда был особый день. Сегодня у нас, как и в всей России, особенный день в Петровском городском округе. Более 700 ребятишек пошли в первый класс. Первый раз. Мы сегодня разъехали все руководители по всем школам. У нас школ 19 сегодня в Петровском городском округе. Где поприсутствовали на первом звонке. Я участвовал с федеральным депутатом Лаврендием Фёдоровичем в селе Николиной Балка в средней школе. Поехали туда. Почему? Потому что много сделано, во-первых, в период подготовки к новому учебному году. И открыли новый спортивный зал. Отремонтированный, красивый, уютный. Поэтому сам, как спортсмен бывший, люблю спорт. Поэтому всегда еду там, где появляются новые спортивные объекты. Ну, по объектам поговорим чуть позже, а спортивных тем более поговорим. Потому что я тоже, как любитель спорта, я думаю, мы с вами здесь найдем точки для пересечения. Я все-таки вот к этому, к Дню Знаний, хотел бы вернуться. Вот я сегодня наткнулся на целый спор в интернете. Праздник ли 1 сентября, День Знаний, ну, давайте условно называть 1 сентября, да, сегодня 2-й. Но, тем не менее, День Знаний, первый день учебный. Праздник это или нет? Ну, вы знаете, для того, чтобы был праздник, к нему нужно подготовиться. В течение трех месяцев детвора отдыхала, набирала сил, загорала. А мы готовились, потому что сегодня, чтобы запустить школу, привести ее в нормативное состояние, требования очень жесткие. Поэтому мы постоянно трудились, потому что достаточно было выделено средств, как краевого уровня, так и из бюджета местного. Были достаточно серьезные средства выделены для того, чтобы можно было привести все в соответствие. И оконные блоки, это и спортивные залы. Поэтому работы было очень много. Где-то капитально, вот, ну, Константиновки большие средства, 4,5 миллиона выделили для того, чтобы отремонтировать целый этаж в школе. Это большие деньги. Поэтому работа шла очень энергичная и очень большая. Поэтому я хочу сказать, что у нас вообще образование очень большое. 55 учреждений образования. Это и детские сады, это дополнительные. Это и школа. 19 школ, как я уже сказал. И, вы знаете, с каждым годом мы вкладываем сюда все больше и больше. Помимо того, что у нас сегодня есть возможность получать средства по национальным проектам. А у нас в этом году уже появляются две точки роста в рамках федеральной программы. Это современные, модернизированные, компьютеризированные классы, которые, конечно, будут точкой притяжения наших школ. Сегодня такие точки роста появились у нас в селе, в середине школы. В селе Лагофицкое и в селе Сухая Буевола. Это, я думаю, что это движение вперед. Ну и много мы сделали. Действительно, вот то, что было сделано. Вот в прошлом году уже в рамках городского округа было выделено дополнительно более 100 миллионов рублей. И в этом году практически такая сумма, которая была выделена на укрепление материально-технической базы нашего образования. Переформулирую вопрос тогда. Вот когда вы были школьником, для вас 1 сентября это было праздником? Ну, то есть вы шли с опущенной головой или довольны с букетом цветов? Это особый день какой-то. Особый согласен. Да. С одной стороны, это больше такого промежутка времени, 3 месяца, все-таки дети не ходили в школу. Это все равно был праздник, но с грустинкой, наверное. Почему? Потому что, ну, отвыкли от школы. Дети тоже разные бывают. Одни горят желанием бежать в школу, другие не очень. Поэтому для кого-то праздник, а для кого-то это может быть день, который, особенно для первоклассников, это мир незнаний, они не понимают, куда они пришли, они детские садики закончили, выпускные группы и готовили к этому. Я считаю, что здесь тоже большая работа проводится. И мы сегодня вот были, 30 детишек в селе набрали, первый класс. Это достаточно большая группа. Согласен. Я всегда в школу ходил с удовольствием. Не знаю, как так, и с удовольствием вспоминаю школьные годы. И, как мне кажется, в своем окружении я единственный такой. Может быть, вот моя хуторская школа настолько была интересной, хорошие учителя были такие, что мне было, ну, я не против был 1 сентября, для того, чтобы пойти в школу. А вы какой были ученик? С удовольствием ходили в школу? Нет, 1 сентября я понял, с грустинкой. Ну, да, я шел в школу для того, чтобы встретиться со своими друзьями, кто уезжал, встретиться со своими педагогами. Я, скажем так сказать, ученик был не отличник, но хорошист. Но у меня больше склад ума и подход, и самое любимое дело – это спорт. Я всегда был в спортзале с учителями физкультуры, всегда все эти соревнования. В 6 часов мы уже были в спортзале утра, поэтому это первая была, первый у нас урок был, а потом уже в 8 часов шли в школу. Поэтому я ученик, который жил в спортзале. Хорошо. Тему школьную закрыли, хотя нет, давайте еще чуть-чуть поговорим тогда, раз уж о спортзале заговорили. Вот сегодня вы открывали спортзал, да, за счет каких средств, по каким программам был отремонтирован спортзал? У нас есть программа, и это уже седьмой спортивный зал в сельских школах, который идет в рамках программы поддержки партии «Единая Россия». Это уже на протяжении нескольких лет, ну, наверное, вот семи, потому что это седьмой спортивный зал, мы поэтапно движемся. Но вот эти спортивные залы благоустраивают и приводят техническо-нормотивно хорошее состояние с оборудованием только в сельских школах. И это седьмой уже спортзал. Помимо, то есть, помимо такого ремонта облагоразования, если есть... Это отдельная программа, это отдельная программа, я сказал, и она работает достаточно успешно. Я думаю, что, ну, в ближайшее время мы скоро все школы таким образом сделаем хорошие спортивные залы. Давайте, чтобы точку поставить, пожелаем, да, с вами вместе всем школьникам хорошего учебного года. Знаете, я сегодня это сделал там для выпускного класса, чтобы они действительно подготовились хорошо, сдали единый государственный экзамен, набрали хорошее количество баллов и поступили в лучшие вузы страны. Ну, а для первоклассников, конечно, пожелал, чтобы они действительно не боялись, чтобы они усердно трудились, чтобы они слушали своих учителей, ну, и старших товарищей. Поэтому, я думаю, что вся ребятня пусть идет, не боится, а мы будем стараться, чтобы все классы, все школы были оборудованием не хуже, чем в городе. Слушайте, а для вас, как для главы городского округа, где, ну, на одном из первых мест стоит сельское хозяйство, для вас лучше, чтобы школьники поступали в лучшие вузы страны, или все-таки, чтобы поступали в среднеспециальные учебные заведения для того, чтобы получать технические специальности, понимая о том, что уж по этой специальности он точно, если вернется домой, он найдет работу? Вопрос очень тонкий, я его понимаю абсолютно. Да, я сегодня заинтересован в том, чтобы наши дети получали в том числе и рабочие специальности, потому что та нехватка, которая есть на сегодняшний день, механизаторов, электриков, энергетиков, сварщиков, работников бытового обслуживания, их, конечно, сегодня недостаточно. У нас, наверное, как-то в последнее время эти профессии стали, может быть, ну, не совсем популярны. Я считаю, это неправильно, потому что если хороший специалист, то он может наравне с квалифицированным высокого уровня специалистом получать такую же зарплату. И, конечно, мы заинтересованы на сегодняшний день, чтобы дети получали те специальности, которые сегодня востребованы. А у нас действительно вот это вот есть проблема на сегодняшний день и работниками сельского хозяйства, работниками бытового обслуживания, которые, ну, может быть, не хватает. У нас есть три училища средне-специально, это педучилище, это сельскохозяйственное училище и кооперативная техника. И еще есть частный техникум общего профиля, ну, который воспитывает, собственно говоря, детей, выращивает. Вы знаете, вот у нас единственное педучилище в крае осталось, которое сегодня обучает воспитателей. И у нас на сегодняшний день проблем с воспитателями в детские сады и дошкольного образования в школах нет. Потому что 95% детей, которые заканчивают наше педучилище, они трудоустроены. Сегодня на них поступают заявки со Ставрополя, с других городов, там, где открываются новые детские садики. У нас на сегодняшний день есть проблема, скажем, со специалистами, педагогами физической культуры. И вот, зная такую проблему, мы вышли с предложением на уровень Министерства образования и открыли факультет для начальной подготовки педагогов по физическому воспитанию на базе педучилища. Поэтому я считаю, что вот здесь мы тоже будем проблему решать. Наше базовое училище, сельхоз, оно тоже сегодня востребовано. Я думаю, что там и повара, и кондитеры, и энергетики, и слесари, и механизаторы тоже готовятся. И я думаю, что они всегда будут востребованы. А почему все равно молодежь уезжает? Может быть, у вас не уезжает, кстати, я не знаю. Есть, я думаю, что это проблема. И сейчас в хороших хозяйствах, глядя в том числе и на заработные платы механизаторов тех же самых, можно такое зерно сомнения у себя немного запустить? Потому что, а может остаться? Вы знаете, у нас есть ученики, которые поступают по направлениям на бюджетную сферу и в аграрный университет. Сегодня есть востребность ветеринаров, зоотехников, агрономов, защитники растений, энергетики. Они тоже, если по направлению учатся, то они вернутся. Но, к сожалению, вот законодательство, которое было раньше, вот когда я учился, наверное, вы учились, я закончил институт, я учился на бюджетной сфере, я должен уехать и пять лет отработать где-то в сельском хозяйстве. Куда меня направили? Если я не от хозяйства учился, я уезжал в другую, так сказать, территорию, и там уже отрабатывал пять лет. Сегодня вот этого закона нет. Но вот благодаря, так сказать, наверное, той тенденции, которая сегодня есть, вот эта ситуация немножко меняется, и бюджетники, которые обучаются, они должны вернуться. То возвращаются? Ну, к сожалению, пока не так охотно, но тем не менее, находят замуж, выходят девчонки, поступают, так сказать, в другие вузы, но не всегда. Да. Особенно это касается медработников. Вот, я только хотел сказать, что у нас в медицинском университете с этим проблема. Там заявок и обучающихся целевиков, там в районе 70-80%, а куда потом деваются, не понятно. Вы знаете, вот с главным врачом в этом году уже разговаривалось совсем недавно. У нас несколько врачей, которые прошли обучение по целевому направлению и вернулись. Сегодня будут у нас работать в центральной районной больнице и в сельских районах, поселковых больницах. Поэтому вот эта проблема есть. Совсем вот недавно подписывали тройственное соглашение ребята, которые пошли учиться на зоотехнику, на ветеран, на ветеринара. Вот базовое хозяйство, которое действительно думает о будущем, о специалистах, они действительно их находят и направляют обучаться за их стипендию. Поэтому я думаю, что со временем и в сельском хозяйстве базовые, крепкие, хорошее хозяйство, которые заинтересованы в своих кадрах, они будут готовить таких детей. Ну а мы, естественно, будем направлять и будем отслеживать, чтобы они возвращались к нам. Вот я понимаю, что без подготовки на такой вопрос вряд ли ответить, но и тем не менее примерный возраст человека, который в сельском хозяйстве работает у вас в районе. Знаете, я сам удивил, но в разных хозяйствах по-разному. Вот я приведу наше лучшее хозяйство, агропромышленная корпорация, Рогатая Балка. Я там постоянно выезжаю на уборку и смотрю. Там ребята, молодежь от 25 до 40 лет, очень много. Может быть, или потому что лучшее хозяйство, потому что платят хорошо. Ведь механизатор сегодня зарабатывает не только в натуре зерно, но и хорошую зарплату. Но сегодня и техника совсем другая. Тот же комбайн, да? Когда садишься, там в галстуке можно сидеть и музыку слушать, и работать под сплит-системой. Тракторы такие же сегодня современные. А не то, когда мы работали. В галстуке тоже можно было на Ниве работать. Только не видно галстуку, когда домой выращивались. Галстуке видно, потому что вот марля вот так была. И одни глаза были видны после уборки, которой я сам работал тоже штурмальным. В далекие 70-е годы. Поэтому все было, сегодня все меняется. И я хочу сказать, что зарплата очень приличная. То есть, если там нормальные механизаторы и трудятся хорошо. Если бы сейчас была возможность, ну вот вы житель Петровского городского округа и увидели главу Петровского городского округа по телевизору, что бы спросили у себя? Вы знаете, наверное, много проблемных вопросов, которые меня всегда волновали. Это ухоженность территории, это дороги, это тротуары, это социально-инфраструктурно, это объекты культуры, это объекты спорта, это объекты досуга молодежи. Наверное, вот все то, что могло бы создать хорошие, комфортные условия для нашей молодежи, и чтобы молодежь не думала, где и время проводить, а проводила в этих площадках, в этих местах общественное пребывание. Когда это все появится, а сегодня это появляется, к счастью, потому что работают сегодня и федеральные программы. Я вот просто вам скажу, что за последние 4 года мы уже построили 7 спортивных площадок, многофункциональных, с хороших покрытием, с оборудованием в рамках устойчивого развития села. Мы сегодня достаточно серьезно работаем и уже третий год над программой местных инициатив. То есть мы начинали в 2017 году, у нас 11 проектов было, в 2018-м 13, и в этом году мы реализуем максимально 100% 16, потому что все наши проекты стали победителями. А что это? Это спортивная площадка, это объекты культуры, это дорожная отрасль, это памятники. То есть сегодня появляются объекты, которые достаточно серьезно наполнены молодежью. И я это точно вам говорю, потому что я сам бываю часто на спортивных площадках. Я вот выезжаю каждый день практически или утром, или вечером, в выходные, в том числе на велосипеде или пешком. Я прихожу на стадион, где точка прикосновения, там, вот это все лето, где мы построили 5 спортивных площадков в рамках местных инициатив. А это большой теннис, это футбольная, баскетбольная, волейбольная площадка, волейбольная, я сказал уже, и воркаут. Они все заполнены. Какие из них замкнуты? Никаких. И даже теннис? И даже теннис. Но приходят по времени, по расписанию, в световой день они заполнены. А вечером до 9, до 10, сегодня мы думаем для того, чтобы продлить и сделать полное освещение, чтобы там они заполнены. И очень много людей, которые просто занимаются скандинавской ходьбой, просто ходьбой, ездой на велосипеде. Вот сегодня у нас родилась новая программа. Мы подготовили проект о смертной документации на наш центральный стадион в городе Светлограде, где будут заменены трибуны, будут сделаны подтрибунные помещения, будут заменены дорожки хорошим покрытием, 6 ложится в ядро, сектор для прыжков, длину, высоту, легкоатлетический сектор будет полностью задействован. Будет комплекс ГТО работать. У нас два поля на центральном стадионе. Одно с искусственным, одни с натуральным покрытием. И они заполнены. Только хотел сказать, а для кого все это делаете? Ну, во-первых, у нас есть там и детская юношеская спортивная школа. Там дети занимаются. И есть, мы проводим первенство муниципального округа, проводим первенство. Там соревнования у нас приезжают и краевые команды, когда играют в зону, или даже, может быть, финал. Мы проводили даже и Кубок Ставропольской правды. У нас поля хорошие, но их нужно содержать, их нужно доводить. Поэтому вот в рамках той программы, которую мы спланировали, если мы сделаем, то это, естественно, еще одна появится хорошая точка притяжения для занятия массовым спортом. Всех возрастов. И молодежь, и взрослые. Очень часто говорят о том, что вот раньше для детей были бесплатные секции, для детей были бесплатные кружки. Сейчас ребенка никуда бесплатно не устроишь. Ну, давайте будем развеивать эти тоже штуки. Вы знаете, все, что касается наших спортивных объектов, это физкультурно-оздоровительный комплекс, это стадион, это площадки, все дети занимаются бесплатно. И, насколько я знаю, вот вы сейчас просто заговорили о спортивных школах, да? Но ведь у них тоже дети бесплатно обучаются. У нас дети бесплатно обучаются. У нас есть другие, может быть, секции, которые ведут другие тренеры. Ну, скажем там, или борьба, или, может, бальные спортивные танцы. Ну, может быть, по индивидуальной программе кто-то занимается. Там, конечно, платные. Но здесь тоже нужно не увлекаться, нужно отслеживать, чтобы те люди, которые берут наши детей и преподают, чтобы они имели сертификат или лицензию, чтобы там тоже, это тоже вопрос. Но я думаю, родители сейчас настолько научены, что они все и сертификаты проверят, и все призы, и все остальное, и насколько профессиональный педагог в том числе. Потому что тем более рынок сейчас, ну, все-таки есть, да, конкуренция есть, поэтому это, мне кажется, не проблема. Ну, знаете, там тоже требования. Сегодня ты без лицензии или без сертификата ты не можешь преподавать. Даже фитнес, вот мы открылись, там фитнес-центр, для того, чтобы там занимались дети и люди, и любого возраста. Там человек, который там занимается с ними, он должен быть соответствующими разрешительными документами. Как у нас с вами так получается? Какую бы тему ни затронули, сейчас местные инициативы затронули, все равно в спорт свалились. О чем бы ни говорили, все равно в спорт уходят. Да потому что там просто делается. Я вот как сам человек спортивный, занимался в свое время и был чемпионом края неоднократным. Вы знаете, мне кажется, что этим вопросом надо очень серьезно заниматься, что будь здоровые дети, будь здоровая нация. Потому что по-другому сегодня очень много соблазна, и дети, которые не занимаются чем-либо увлеченно, они, конечно, занимаются чем-то другим, чем не надо заниматься. А как ребенка, кроме строительства объектов, как его можно вытащить? Вытащить из дома, из-за компьютера на спортивную площадку? Это проблема очень серьезная. Не только это, и то, о чем вы говорите, из подворотен то же самое. Проблема очень серьезная. Действительно, эти гаджеты, которые сегодня присутствуют, начиная с младенческого возраста и потом уже увлекаются, очень серьезные. Конечно, нужно заинтересовать. Нужно увлечь, чтобы дети выходили на спортивную площадку и проводить турниры. Увлечь или заставить? Увлечь, наверное. А с другой стороны, может в некотором плане и заставить со стороны родителей, для того, чтобы действительно... Знаете, к моему удивлению, мы когда проводим зональные соревнования, особенно там Каусикан, есть такая борьба. К нам приезжают все союзные республики, соседние, Северного Кавказа. И там в пределах 300 детишек, которые на татаме проводят соревнования, их там очень много, вместе с мамочками. И я узнаю, что они уже увлечены. Они будут заниматься. Все равно считаю, что главный вопрос – это создать условия для того, чтобы занимались спортом. И по-любому все наши учреждения до 18 часов работают на детей и бесплатно. Давайте к другим темам перейдем. Я предлагаю поговорить о дорогах. Вы тоже дороги затронули, когда я спрашивал о каких-то проблемных моментах в районе. Понятно, что у нас в крае, наверное, если смотреть по югу, по Северному Кавказу, дороги федерального, краевого значения одни из самых лучших. Но как только сворачиваешь куда-то в населенные пункты, можно и в ямку попасть, и в грязь заехать, и так далее. Проблемная эта вещь для Петровского городского округа – дороги? Я думаю, что она проблемная для всего сельского населения Ставропольского края. Может быть, где-то лучше, где-то хуже. Но нам наследство такое досталось. Я хочу сказать, пока был муниципальный район, у нас в собственности было 111 километров дорог. Сегодня городской округ с 1 января 2018 года у нас стало, собственно, 755 километров дорог. Не все они были зарегистрированы. Не всегда наследство – это богатство, да? Да, богатство в кавычках, конечно. Но, тем не менее, я хочу сказать, сегодня ситуация тоже меняется. Созданы дорожные фонды, у нас есть отчисления. И есть сегодня возможность при хорошей подготовке документов получить субсидии из краевого бюджета. Мы этим пользуемся. В прошлом году губернатор несколько раз нас приводил в пример, потому что мы хорошо подготовили документы. В прошлом году мы по линии субсидий получили 143 миллиона. А в этом году более 100 миллионов по субсидии. В прошлом году сделали 15 дорог. Ну, может быть, не полностью дорог, а участки дорог какие-то сделали. А мы больше внимания уделили на сегодняшний день городским дорогам и поселенческим, внутренним дорогам. Не связывающим поселение, а вот этим дорогам. И вы знаете, ситуация меняется. Вот приезжайте, сегодня посмотрите, сколько у нас. У нас в городе 9 дорог и 6 дорог, которые будут сделаны только за счет субсидий по этому году. Это много. Но недостаточно. Задача подать заявки. Это задача руководства городского округа? Да, это наша задача подготовить. Потому что качественно подготовленные документы, они должны еще пройти проверку на сметную стоимость. Это экспертиза. Здесь мы получаем. И потом направляем на комиссию. Это конкурсный отбор. Министерство дорожного хозяйства проводит конкурс и отбор. Ну, вот я хочу сказать, там вот, например, ну, подавали 55 территорий. Прошло 20 или 30. Ну, вот как бы вот так. И насколько качественно подготовлены документы, насколько потом и разыгрываются эти суммы, которые там есть на сегодняшний полиции. В безопасные качественные автомобили на дороге попадаете вы? В БКД мы не попадаем, потому что мы не отнесем. Мы относимся. Да, да. Ну, вот мы по субсидии попадаем. Но у нас же помимо этого, я хочу сказать, помимо субсидий, которые мы получаем из краевого бюджета, у нас есть свой дорожный фонд. А это тоже пределы 50 миллионов рублей. У нас есть дороги, которые мы делаем в рамках местных инициатив тоже. Ну, люди проголосовали, мы должны их сделать. У нас есть ноу-хау свое. У нас есть программа улично-квартальных инициатив. 70% мы средств выделяем из бюджета и 30% сами люди договариваются, голосуют и собирают тоже. Но у нас есть еще работа вместе с депутатами нашего округа. Мы выделяем 10 миллионов в зависимости от населения в каждое поселение. И пропорционально выделяем средства для того, чтобы можно было работать там, где нет еще в твердом покрытии. Работать гридирование, со щебенкой работать. Но все равно дороги нужно сегодня приводить в нормативное состояние. Это очень большая работа. Я думаю, что не одного года. Но, тем не менее, ситуация меняется. И я думаю, что с каждым годом ситуация будет меняться в лучшую сторону. Мы будем уходить с центральных улиц, основные проезжие части дороги. И будем уходить уже вглубь уличной дорожной сети, вглубь города, поселений. Поэтому эта работа очень большая. И я благодарен и правительству Старопольского края, потому что эта программа сегодня есть. Есть возможность получать эти средства. И есть, конечно, менять ситуацию с дорогой в лучшую сторону. Есть вопросы, которые нам периодически задают жители Старопольского края. В том числе и попадаются вопросы от жителей Петровского городского округа. Один из таких, который, наверное, еще с первых прямых линий губернатора, который мы проводили, они нам звонили, принимали, когда мы звоночки. Это вопрос задвоенности платежей в многоквартирных домах. Это когда человек устанавливает личные отопительные приборы, индивидуальные приборы отопления. А потом с удивлением обнаруживают, что он и за свои счетчики платит, и за общедомовые счетчики платит. В последнее время как-то затихло. Решил с вопросом. Вы знаете, город Светлоград действительно в этом плане попал в очень серьезную проблему. Многие жители в свое время, начиная, наверное, с 16-го года, ушли на индивидуальное отопление многоэтажной секции. Законно? Законно. Но решение суда было. Да, законно. Но была коллизия, так сказать, федеральное законодательство, там порядок есть. И им пришлось платить дважды. То есть они платили по индивидуальному счетчику и по общей подаче трубы. Вы знаете, очень такой серьезный спор был, конфликт. Люди даже на митинги выходили. Мы старались как бы и поддержать жителей, и выйти в правовое поле для того, чтобы можно было отрегулировать этот вопрос. Я благодарен в этой позиции губернатора. Он знал об этом, мы ему тоже докладывали. И он, естественно, вышел тоже как бы на понимание этой ситуации. И я вам хочу сказать, что 19 августа был суд здесь, где было принято решение. Значит, погасить ту задвоенность, которая образовалась у людей на лицевых счетах. А это ни много ни мало, по-моему, 87 миллионов по краю. Это не только Петровский городской округ. Это у нас и Патова, и Благодарный, но и другие. Погасить за счет чего? За счет бюджета края. Они погасят. И с лицевого счета вот эта сумма будет списана. То есть задвоенности не будет. Люди теперь будут платить или по общему счетчику, по общей трубе, которая подача идет, или по индивидуальному счетчику, который будет. То есть сегодня эта проблема решена. И я благодарен, конечно, всем участникам этого процесса. Потому что, я еще раз говорю, мы много проводили различных встреч и с инициативными группами, и с людьми, и с жителями. Но не решался вопрос, потому что была коллизия федерального порядка. Там порядок есть, который определял эту плату. Поэтому, наверное, к счастью, сегодня этот вопрос, он решен. Поэтому, наверное, и спокойствие есть в этом вопросе. Как часто вообще встречаетесь с жителями? Не просто иду по улице и встретил, знаете, а вот так, чтобы какие-то организованные встречи. Ну, знаете, ну, у нас, я принял такую форму общения. Ну, во-первых, ежегодно я сам выезжаю в каждое село и отчитываюсь о проделанной работе. И сколько? У нас 13. Ну, это если с городом брать. У нас есть такая форма. Я выезжаю ежемесячно и провожу прием по личным вопросам в каждом населенном пункте. Все мои заместители выезжают тоже раз в месяц и проводят там тоже рабочие встречи и прием по личным вопросам. Помимо того, что дважды в месяц я провожу прием по личным вопросам в городе Светлограде, как глава администрации. Поэтому нету такого, скажем, ну, наверное, нежелания встречаться постоянно. Люди приходят, люди приходят по записи, люди приходят просто. Мы все равно встречаемся и разговариваем. Просто вот этот вопрос о переходе к новой форме, да, к округу, не чувствуют ли себя люди обделенными в этом смысле? Потому что теперь ты начальник далеко, теперь, ну, условный начальник, теперь ты начальник в Светлограде. Нет, я еще раз говорю, дважды в месяц они могут просто записаться, приехать. Если нет, раз в месяц я выезжаю и мои заместители, а их пять. Поэтому вот считайте, что практически каждая неделя, то есть неделя у нас задействована на выезды для того, чтобы принять людей по личным вопросам. А я каждый раз спрашиваю, и у вас тоже спрошу, а с каким настроением у вас встреча с населением проходит? Не вот эти, где записи, да, а вот какие-то такие общие, тот же самый отчет перед жителями? Да по-разному бывает. Но хочу сказать, последняя тенденция, которая есть, и даже вот мы в пятницу открывали площадь в рамках комфортной среды. С депутатом нашим Дома Ставропольского края Трухачева Владимировича проходили, с населением встречались. И вы знаете, мы слышали слова благодарности. С каждым годом это становится все чаще. Потому что я помню первые встречи с населением, ну вот шум серьезный был, люди всегда были возмущались. То есть сегодня они видят то, что делается, они сами являются участниками этой работы. Потому что они же голосуют за все эти объекты, которые появляются в каждом селе. Они сами за них голосуют. Насколько важно вот это вовлечение населения в процесс? Я думаю, что это очень важно, потому что это же делается для людей. Не просто вот я захотел что-то там сделал или кто-то захотел. А это нужно с ними посоветоваться и нужно сделать. Потому что они там живут, они там общаются, они там встречаются. Потому что, конечно, почему делаются все общественные места в первую очередь? Парки, аллеи, спортивные площадки, объекты культуры. Потому что люди там встречаются. Поэтому это важный вопрос. И сегодня, наверное, делается для того, чтобы люди сами принимали участие в организации данной работы. Это очень важно. Сколько, на ваш взгляд, процента активных людей в этом смысле? Изначально было немного. Сегодня мы же такой еще используем, такой механизм, как уличные комитеты, старшие домов. Сегодня они тоже приходят. Я вот на прошлой неделе две встречи проводил со старшими домов в городе Сидорограде. Брали микрорайон определенный, ну, скажем, Черемушки или Горка. Мы приглашали и с ними обсуждали. Мы серьезно обсуждаем, я говорю. Мы стали округ, сегодня города нет. Вы ходили в город, раньше решали там все проблемы. Сегодня вы приходите к нам, и мы будем их решать. Приходят улицы, тротуары, освещение, спил деревьев, создание арт-зон для детей, детской площадки. Мы с ними все эти вопросы обсуждаем и потом стараемся решить эти проблемы. Поэтому я считаю, что общение с населением – это очень важно и необходимо. Нет такого, что вот избрался, назначился и все, до свидания. Я считаю, что это основная из тех работ, которые есть, для того, чтобы и люди слышали, какие проблемы у нас есть. И видели, что делается, и понимали, что можно одномоментно сделать, а так, как 755 километров дорог. Как ты сделаешь их за один год? Никак. Да даже если за один год ты закончишь, то то, что начинал в начале года, уже нужно ремонтировать. А вы знаете, вот я вам честно хочу сказать, ну, наверное, так оно и есть психологически. Чем больше делается, тем больше требовательность от людей. Вот увидели улица... Особенно, когда увидел, что у соседа что-то сделали. Да, да. Приезжает, а мы же тоже, я говорю, ну и к вам придем. Ну, вы же понимаете, что мы одномоментно сделать это все, решить проблемы не сможем. Поэтому, конечно, нужно разговаривать, нужно убеждать. И вы знаете, вот приходят на прием, и это радует. Александр Ильич, мы вот в тот раз были у вас, и пришли сказать спасибо, но у нас еще есть проблемы. И вот так вот, я думаю, что это нормально, хорошая работа. Когда со спасибо начинают, наверное, уже в правильном направлении работаете. Осталось, смотрите, у нас осталось 5 минут, 6, а мы еще самую главную тему не затронули для Ставропольского края, наверное, уборку. Уборку. Как прошла уборка зерновых? Уборка зерновых прошла лучше, чем в прошлом году. Мы собрали урожай больше, чем в прошлом году. Ну, по-моему, если павить не изменяет, на 12 тысяч тонн. У вас что, другая погода была, не такая, как во всем остальном крае, потому что везде меньше. Вы знаете, 3-4 территории в крае, которые собрали урожай больше, чем в прошлом году. У вас не было жарко в июне? Было жарко. У нас была жесточайшая засуха. И, к сожалению, когда мы делали объезд предуборочный, мы видели поля. И стояли очень хорошие хлеба, потому что все, что было сделано нашими тружениками, это стоит уважения. Почему? Потому что и удобрений больше положили, и горотехнические сроки не нарушили, и поработали с химией, с наукой, и с новыми сортами. Но, к сожалению, вот тот урожай, который стоял, а он, ну, хороший стоял урожай, к сожалению, попал опять же в засуху климатическую. Где-то неделя вот жесточайшая за 40 жара. И, конечно, урожай получился, но не тот, который ждали. Зерно в натуре, оно может быть похуже, а что касается качества, то практически все зерно продовольственное. Я думаю, что для нас, с одной стороны, хорошо, потому что все это зерно мы переработаем своими силами и возможности. У нас есть такая возможность, потому что до миллиона тонн зерна мы можем перерабатывать сегодня у себя на территории. Это то, что касается зерна. По остальному урожаю головная боль, что делать? Нет, у нас нет головной боли, что делать с урожаем. У нас есть сегодня и перерабатывающий завод, и комбикормовый завод есть. У нас есть с ней родовая семечка. Поэтому появились и новые культуры технические, масличные культуры. Появились кориандр, потому что зашли новые хозяйствующие субъекты. Но я думаю, здесь тоже проблемы нет. Рынок сбыта есть. А как привлекаете новых хозяйствующих субъектов, инвесторов? Вы знаете... Учитывая, что все есть, переработка есть, урожай есть. Чем заманивать? На месте стоять нельзя, по-любому нужно двигаться. Делать не только сегодня переработка зерновых. У нас же есть сегодня овощи, у нас сегодня есть сады, у нас сегодня виноградники есть. А это тоже же переработка. Вы знаете, есть сегодня виноградники. Мы являемся сегодня, Петровский городской округ, являются столицей столовых сортов. Нигде больше такого количества нету площадей. Но мы не можем хранить пока виноград. Для того, чтобы удлинить линейку, можно было заложить и, ну, по крайней мере, до Нового года хранить и торговать. У нас этого нет. У нас период с начала уборки, ну и в лучшем случае до ноября. И все. А вот здесь тоже нужно работать. А цены начинают играть как раз в то время, да? Да, да. Нужна логистика, нужны хранилища. Это ягода такая, очень такая капризная, которая требует особого подхода. У нас сегодня есть садоводство. Более двухсот гектар новой технологии сада на капле. Ну, там уже мы построили, наши предприниматели уже построили хранилища. Современные, с технологией соответствующей. На 2200 тонн. То есть мы поэтапно двигаемся и поэтапно занимаемся сегодня развитиеме сельского хозяйства не только растеневодства, но и животноводства, но и садоводства, и ващеводства. Поэтому все не перечислишься. Ну, по крайней мере, я думаю, что есть желание, есть возможности, но здесь нужна и помощь со стороны правительства, и для создания инфраструктуры, для того, чтобы было хранение, переработка. Мы к этому все и идем. Потому что зерновые сегодня мы 100% можем переработать не только с военной соседней. Три минуты у нас осталось до конца. Мы сегодня говорили о каких-то проблемах и о решении каких-то проблем. А вот сейчас, может быть, знаете, топ-3, три каких-то события, может быть, три факта, которые может похвастаться Петровский и городской округ. Вы знаете, вот средства, которые мы выделяем из всех источников, которые есть, это приведение в хорошее, доброе, нормативное состояние наших учреждений и образований, потому что они меняются на глазах. Появляются новые, современные, очень хорошие дороги, хорошего качества. Ну и, наверное, в рамках комфортной городской среды появляются новые объекты. В прошлом году у нас появился Парк Победы. Это точка притяжения, которая, ну, наверное, не уступит и Ставропольскому насыщению. Потому что там деток, ну, просто вот сегодня вот эти вот сезоны, которые появляются, мы сегодня совершенствуем, расширяем и насыщаем новым оборудованием. У нас сегодня заканчивается достаточно серьезная работа, уже второй год мы участвуем, это благоустройство дворовых территорий. Это тоже очень серьезно, потому что там не только вот мы заасфальтировали, там брусчатку сделали, но там сделали теперь арт-зоны, сделали там детские площадки. Ну, то есть там сегодня тоже по-другому. Удовлетворенность есть, но не до конца. Хотелось больше. Наша программа подошла к концу. Это я сейчас перед вами такую задачу поставил. Давайте топ-3 назовем, да, успехов городского округа. Давайте будем работать и в следующий раз, когда соберемся, может быть, без труда топ-10, топ-15, чтобы вы собрали успехов. Я думаю, что у нас есть под это, потому что мы подготовили проекты с методом документации очень большие. Ну, я хочу сказать, это и центральный дом культуры, это и стадион, это и дом детского творчества. Это работа достаточно серьезная в рамках комфортной городской среды, потому что мы 18-19 год, Петровский город Светлоград участвовал, я выезжал в Москву, в рамках конкурса малых городов стали финалистами, но они стали победителями. Если мы вот эти вот несколько крупных проектов реализуем, я думаю, что это будет начало топ-10 и топ-15. Ну, удачи и удачной работы на благо, громко сейчас сказал, так получилось, на благо жителей Петровского городского округа. Вам спасибо. С нашими телезрителями мы прощаемся. На этом наша программа подошла к концу. Никуда не переключайте. Оставайтесь на своем ТВ. До свидания. До свидания. До свидания. Вам успехов и спасибо. Спасибо. Продолжение следует...